всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня благодаря Данилову и Сергею я смогу вас познакомить с очешуительным станком я бы даже сказал станком легендой в чем его легендарность да то он наверное что мало того что он офигеть как сделан он еще офигеть как людям нравится чем попытаемся сегодня узнать ну и плюс ко всему еще благодаря Павлу Нестеру сегодня я постараюсь вам показать одно изделие одной фирмы которые очень-очень уважаю эта фирма называется Рейлзо за что я уважаю да я еще ничего даже посредственного не то что уж какашки от неё не видел поэтому давайте пробовать помазок скорее всего нам сегодня не понадобится но на всякий случай я его отправляю в замочку а вы ну в смысле вы поняли куда но вы на крупный план я начинаю ну вот молодые чем мы сегодня будем бриться благодаря Данилову Сергею я сегодня смогу вам показать дрозда станок который называется Blackbirds проведенной компанией Blackland находящийся в Соединенных Штатах он там изготовлен полностью правда по разным штатам в одних это обработка в других финишка в третьих там еще какие-то детальные операции там в четвертом упаковка но все это сделано в Штатах коробка мощная прочная надежная лишена какой-либо там информации кроме штрих-кода ну и логотипа компании но она вызывает уважение потому что она не помпезная но по ней понятно что свой функционал она выполнить слегка и не совсем понимаю почему здесь вот вверху нет какой-то поролонки может быть частично это как-то объяснять тем что здесь вы еще паспорт найдете в котором в стихах и песнях написано что да действительно Blackland это безопасная бритва которая произведена обработана и финиширована в Соединенных Штатах Америки тут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла короче can't for your black... ну тут все описано какие они кучерявые какие они хорошие и я готов с этим согласиться потому что вы когда откроете коробку увидите вот это возможно потому здесь нет никакой мягкой штучки что штанок здесь сидит плотно он не вывалится никак но я бы подстраховался я бы здесь что-то наверно все-таки бы поклал так вот качество начинается уже прямо с коробки у нас к сожалению ну почему к сожалению нормально у нас хороший серый поролон а здесь пенорезина возможно когда последствия мы все-таки придем производству элитных изделий вот наподобие вот этого у нас тоже будет пенорезина мы ее найдем но пока без проблем можно найти только хороший качественный серый поролон но пенорезина мне больше нравится я думаю что все таки на эксклюзивных изделиях от компании Home Life Shaving пенорезина появится она будет будет вот он наш красавец пока вы на него любуетесь с левой стороны посмотрите на его общие характеристики я вам пока расскажу что компания выпускает этот станок в трех цветовых решениях это как они говорят машины ну то есть недополировка тут ей так и не понял то ли они сразу после станка чуть-чуть обработав это предлагают то ли как-то там ну что-то вот не понял я вот как они его обрабатывают на такие поправьте второе это у нас полностью полированное изделие как вы сейчас вот видите перед собой и третье это оксидирование ну по-нашему грубо говоря воронение плиты плиты идут двух вариантах такой как у вас сейчас перед глазами это open комп открытая голова и closet комп закрытая голова станок трехсоставной если вы хотите найти необычное изделие здесь вы сможете необычности обнаружить во всем начиная к той же самой ручке вот посмотрите казалось бы простые утолщение снизу и сверху а нет не простые потому что это это функционально сколько раз я его брал в руку примеривался и у меня мизинец всегда был вот на этом то есть намек его как бы слышит и это в распорочку то может здесь обратиться и бабушка вот это сверху которая или так позволяет вам держать станок или просто когда вы двумя тремя пальцами держите она служит естественным упором и вы можете спокойно вот так вот держа опираясь на эту бубышку в распор идти и бриться 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 дальше необычность но это так себе необычность потому что вот это вот утолщение на ручке которая будет входить в углубление нижней плите ну было у нас такое да и вы говорили иванов давай на старте такое сделаем то есть это необычностью не назовешь а вот форма стала головы да она тоже необычного посмотрите нижняя плита тогда текаем все-таки покрупнее покажу посмотрите какая элегантность и то же самое что мы с вами видели предыдущем товарищи который был у нас там вольфман от компании от игоря здесь вот эта вот часть она полукруглая выглядит конечно великолепно просто великолепно это завершенное изделие это это как на огонь смотришь и просто балдеешь класс никакой лишней информации вообще совершенно ни звука не пука вообще ничего возможно это потому что они все саде с определенным гапом агрессивность станка закрытого козетком комп они номинируют как 7 по общей известной шкале open комп вот этот семь с половиной но это мы с вами сегодня проверим и вот она верхняя плита посмотрите как все сделано меня зацепило даже то что вот эти вот шпинки не до конца фиксаторы а верхняя часть где-то до середины вот они они тоже отполированы верхняя верхняя часть верхней плиты тоже достаточно необычная она срезана полукруглой прискошена еще по концам это такая пирамидка получается четырехугольная и та особенность которую объясняли мне на производстве что мол вадим смотри если мы будем полировать полностью полировать изделие то ты не надейся что будет прополировано все потому что есть вещи которые мы никак не отполируем а если отполируем это будет стоить как космолет здесь они соблюдаются также смотрите полировано здесь полировано полировано даже вот эти вот верхушки полированы а серединка после машинной обработки туда даже никто не лез почему я вам только что объясню это не имеет смысла если люди еще вручную это будет полировать не дешево это будет это во первых во вторых могут ли сделать красиво потому что там очень много и неудобных мест и здесь тоже самое посмотрите заполировано вся полностью просто полностью а вот там внутри не прополировано и это понятно потому что там будет ручка зачем туда совать куда макар не совал и здесь тоже самое внутри аночка вы видите куда будет уходить паз там тоже не полировано зато все остальное от полировано между зубьями не полировано ну и на мой взгляд и правильно там еще полировать но они слишком узко расположены то же самое и на ручке вот видите она все поверху полировано а вот там внутри вот эти вот прорези которые вам служат не только эстетическим усложнением но еще и как бы ну противоскользящим скользящим фиксатором все-таки да хорошо тоже там внутри не полировано вот такая красотень ребята скучаю скучаю по-своему очень хочу еще раз им побриться потому что ну я не знаю как это объяснить но сейчас это уже два видео от парней вышло но хочется просто хочется хочется еще раз попробовать его ход и именно наверное поэтому сегодня я хочу поставить жилет вилкинсон с world именно потому что на этом лезвии в том числе наряду с физером мне этот станок очень понравился хочу поставить на дрозда и эти же лезвия и посмотрим как он будет ставим канолевая так ты где вот ухты как она серьезно прям этим воском запечатано так вот было нормально так ну-ка дайте к так парни с производства антон геннадьевич григорий им вот если вы смотрите специально для вас показываю вот здесь вот люфт не чита нашему станку ваша точность выше это не пустые слова смотрите люфта 0 здесь где-то ну может быть одна десятка если сравнивать этот с тем то он здесь ходуном ходит не знаю слышите нет и в эту сторону тоже ребята специально это решил проверить во первых интересно потому что ну сам же станок тоже делаю а во вторых они у себя на сайте говорят что там с феноменальными допусками точностью ну я не склонен полагать что тот люфт который здесь есть он следствие скажем так не точной обработки я думаю что они его закладывали но лично для меня он не нужен потому что вот на нашей голове у старта он там без допуска просто ложится и все нормально все хорошо не ну там допуск конечно же есть вот такого люфта нет а вот если они его сделали специально вопрос а для чего они его такой большой сделали ну ладно сделали сделали это их дело а мы не будем делать крышка полностью не покрывает края лезвия все-таки будут выпирать пускай не намного пускай где-то на десятку полтора но тем не менее будут так выход лезвия сверху красивый зараза ой красивый но это я говорил с владельцами магазинов ребята игра учу полированный не вадим полированный но его нафиг там пока придет там если небольшая царапка там на некондицию сразу там дарам дарам но с другой стороны практики которые не первый день этим занимаются говорят вадим так полировка это самое хорошее покрытие которое можно восстановить нет покрытие которое убережет от царапки но есть покрытие которое может нивелировать вот она вам ребята полировка если вдруг к вам из коробки пришло там какая-то маленькая такая царапка самое простое что вы можете сделать это ну я не знаю там алмазную пасту паста гоя мягкую ткань взять ее капельку кусочек и просто убрать все это и все пескостройкой вы этого не сделаете с воронением вы этого не сделаете на титановом покрытии но вам этого бояться не лучше не надо там этого не будет ну вот таким красавцам мы сегодня и побреемся ну а по поводу моего если вдруг сегодня что-то такое произойдет впечатляющее очень даже может быть что можно попробовать на следующий обзор допустим половина лица дроздом а половина стартом насколько это будет правомощно я не знаю почему мне эта мысль пришла в голову тоже не знаю потому что здесь то по идее семь с половиной а здесь ну от силы три с половиной наберется ну максимум четыре по общепринятой шкале агрессивности ну хотя посмотрю что в комментариях напишите может это и нафиг не надо будет этот станок я расцениваю с точки зрения ежедневного бритья ну а вот этот пока никак не расцениваю пока только слюни пускаю потому что еще не брился ни разу ну вот сейчас вот и побреемся наготовил я сегодня вот этих вот ништяков которые будем бриться и помазочек одесс косметик лишний раз почешить свое чсв которого нет он видите хом лайк ну мелочи приятно опять же авто шейф от меркулова алексея вильямс на этот раз выпал аквавелла и ладно думаю хорошо но блин а после того как вытащил от павла не от павла нестерова вот этот реузел ребята так получается что вот это все как бы отпадает почему что да потому что у меня ума хватило зайти на сайт компании и почитать что это таки вырисовывается следующая картина что это чрезвычайно бархатистый нежной структуры крем который совершенно не требует помазка а достаточно просто на распаренное лицо нанести ровным слоем и потом уже просто работать станком и на этом его чудесные свойства не заканчиваются компания производитель говорит что ребята а вот после того как вы поблились и все убрали возьмите совсем немного этого крема и можете использовать его как авто шейф ну и как после такого описания скажите мне пожалуйста вот этим всем пользоваться так что ссылку на меркулова алексея все равно оставлю мало ли вдруг кому-то пробники нужны надеюсь косметик оставлять ничего не буду что-то куда-то они пропали давно уже а вот помазок остался ну в следующий раз им побреемся ну а вот этой красотой ну сейчас пойдем побреемся все пошли сейчас я пока сидел на компрессе перед носом болталась банка реузола и ручка пескоструйная пескоструй я вам следующее бритье покажу поближе аутреузол привел меня она сейчас хочет ну сейчас я не знаю увидите не увидите ну это так подробно потом в этом покажу вместе с титановым покрытием банка реузол она лишний раз мне напомнил что в этой компании мне действительно нравится все начиная от внешности заканчивая внутренним миром потому что внешность она у них какая-то сбалансированная она не вызывающе элегантно приятно сама по себе ну и плюс само название не знаю почему для меня оно кайфовое тот крем который здесь есть на влажное лицо и сейчас тонким слоем посмотрим что получится я не совсем понял почему на сайте производителя за этот крем написано что вот там чуть ли не полчаса в горячей воде а там в такой горячей насколько можете выдержать а как исследование некоторых ученых мужей на которые показал Александр Тернавский в свое время говорят что максимальную температуру которую может выдержать человек считаю приемлемо это в районе где-то 42 градусов то есть 40-42 градуса вот это та температура которую человек выдерживает и 40-42 уже считает горячей свыше 42 это уже попонос он уже ай сжаться вот что-то типа такого зачем так долго то и зачем максимальное чего они хотят этим достичь ну все нанесли давайте пробовать ну господи давай покажи что могешь сполоскивать не надо было он не забился тем более открытая гребенка я специально это сделал ну во-первых уберу лишнее а во-вторых капельки влаги которые здесь будут при бритии кремом ну это же лишнее скольжение парни вы наверняка сами все слышали но я специально не ору не подпрыгиваю не делаю вот такие глаза потому что слишком часто первый проход был обманчивым на первом проходе я был счастлив от брития а второй третий такое выдавали поэтому давайте до второго третьего подождем то есть где-то вы кто но что вы вы не вы 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 да по скольжению хорошее тут его еще дофига но влаги не так много как хотелось бы я думаю надо добавить по ходу станка хоть производитель заявляет что closet комп это 7 а open комп как у нас сейчас это 7,5 но на 7,5 я бы его не стал ставить для меня он мягче реально мягче но это не говорит о том что он какой-то фу-фу-фу мягкий он хороший мягкий это вот как я вот про свой сужу потому что мой дарь и вот тот который сейчас есть он реально мягкий но не какой-то фу-флыжноватно мягкий а мягкий который бреет и шикарно бреет и вот этот сейчас он для меня может быть чуть выше средней мягкости он шикарно первый проход сделал второй, третий сейчас посмотрим так чуть-чуть влаги и чуть-чуть крема так левой рукой ну вот не знаю переборщил не переборщил а может быть на сайте специально так пишут что там насколько возможно горячий там и долго подержать чуть ли не полчаса чтобы у вас вся кожа пропиталась в этой влагой распарилась не нанося крем как можно дольше влажная оставалась может быть из-за этого я фиг его знает ну вот думаю что это ухватит второй проход а Водички нанесу, лишней не будет. Ну вот так это правильно, вот теперь буду знать. Короче, распарил, нанес, резал, а потом чуть-чуть той же рукой, что наносил, крем с мочи и просто вот сколько есть, тут немного воды, еще раз пройти и вот тогда здесь будет лед для коньков. Реально как по льду идет. Ручка не хочет скользить ни при каких условиях, думаю только мыльные руки выведут ее из состояния цепкости. Сейчас же держу влажными, пофигу мороз, вообще ничего. Чувствую легкое пощипывание эпидермиса, но пока это вот так только выражается, пока больше нравится. Ну еще разочек. На этот раз поменьше, потому что тут и так всего дофига. Ну и децил, вот так вот. Да, хорошо. И опять водички. Ну и децил, вот так вот. Парни, не знаю как у вас, наверняка у каждого есть какие-то свои приметы, какие-то свои показания. Но вот лично для меня очень сильный индикатор, это верхняя губа, носогубная, третий проход. Я всегда там прохожу против шерсти. Если вдруг я на третьем проходе прохожу против шерсти, а у меня там притонуться невозможно и все же как кипятком по одному месту, ну значит брать тебе не повезло, значит сегодня ты побрился так себе. А если даже на третий проход против шерсти ты проходишь и станок идет уверенно срезая все, что встречается на пути, при этом ты не испытываешь никакого дискомфорта, тебе наоборот просто по кайфу. Ну значит стоит прислушаться, инструмент достаточно неплохой, что-то у тебя там получилось. Ну вот сейчас вот показатель в хорошую сторону. Ну вот тут вот. Ну как вы вероятно смогли замерить, все-таки пару козок я поставил. И хорошо, что со мной здесь талисман от опасного грика Рефт-Мюллевский камешек. Сейчас сразу и пройдусь. Кстати, раз уже запасную бритву заговорили, у них там на первой странице сейчас распродажу выставляют. И там какие-то НССР, кому они нафиг нужны, не знаю, наверное, нужны кому-то. А вот пара вещей это воск и бальзам для волос или что-то там. Ну короче, кто притчи укладывает. Ребята, мне-то это уже что укладывать, у меня уже как надо стоит. А вот молодежи, кто там вот это себе все формирует, если вам это интересно, ну зайдите посмотрите. Может быть себе, может быть девчонкам. Потому что цену там сбили чуть ли не в два раза. 50% скидка, если вдруг кому-то надо, зайдите посмотрите. Так, уберу эту штуку, потому что у меня квасы раньше не вызывали, а сейчас почему-то, если сразу не убираю, потом вот это вот как-то начинает тянуть. Ну, если я могу это убрать, ну нафиг мне их оставлять. Это раньше, а сейчас-то я ж взрослею, мудрею, но вот и кожа тоже мудреет. Вот такой децел возьму и попробую, как советует производитель, нанести в качестве автошейва. Ребята, я вам так скажу, что задолбаетесь наносить. Ой. Но нет. Я не знаю, видите, не видите. Вероятно, может быть квасы тому виной. Но вот сейчас у меня тут как будто что-то стирается. Не, я нафиг. Кто-то, вероятно, скажет, ну цена-то чаще, так как грязь скатывается. Ну, ребята, я в душ каждый день хожу. Эта грязь в принципе не может быть. Не пошел мне этот крем в качестве автошейва. Я уже лучше Вильямс Алоэ Вера от Меркулова Алексея возьму и забабашу. А чё это? Ах. Хорош. 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 Ммм. Среднеалкогольный запах. Приятнолетний. Возможно, да, что-то есть там еще и от Алоэ Вера. Сейчас почему-то мякоть Алоэ проскочила. Вот это зелено-мясисто, такая сочная. Что-то есть. Ну, конечно же, есть какие-то кроме этого еще и ароматические отдушки, которые восполняют всю эту картину. Куда-то на юга, ближе к океану, в тропике, в месиво вот это знойное. Нет, туда не доносят. Но, в принципе, запах, тем не менее, такой достаточно веселенький. Это знаете, это вы как будто в какую-то оранжерею попали, которая совершенно случайно. Чего она тут появилась, непонятно. Рядом с парфюмерной лавкой. И вот эти запахи вот на границе. Вот шаг туда, ты все в оранжерею, шаг туда, ты уже у парфюмера в гостях. И вот на границе где-то вот тут что-то вот такое вот есть. Ну, прикольный, прикольный. Я думаю, что если возьмете, не пожалеете. Но насколько вы будете фанатеть от этого запаха, я не знаю. Во всяком случае, сам по себе автошейфон, да, с уходовыми. Да, они сохнут. Да, уходят. Судя по тому, как они улетучиваются, я думаю, к концу нашего разговора тут уже вообще ничего не останется. Так. Розов. Хорошая, классная штука. Запах барбаршапа. Обалденный. В лучших традициях. Все тот же дядька в белой рубахе, в передничке, с лысинкой. Тут по бокам седая вот такая вот шевелюра. Аккуратно подстриженная в очках. Тут полотенце. Вот у нас там кромса и там вот это все делает. То есть все как положено. И запах соответствующий. Но это не мой формат. Я, как большинство из вас, люблю, чтобы у меня тут оно было. То есть провел станком и я вижу, где провел. Здесь, в принципе, не запутаешься. Тут, в принципе, все ясно, понятно. Но есть люди, которые, допустим, хотят отдохнуть от помазка. Вот для них, для них-то вполне себе это бы подошло. И это подошло бы вдвойне лучше, чем, допустим, масло для бритья. Потому что масло вообще не видно, где ты видишь. Он впитывается так вот так на ощупь. О, здесь еще вот. А здесь, ну, хоть что-то, но все-таки видно. Ну, плюс экономичный. Плюс достаточно такой бодренький. Но в качестве автошива я бы не стал его использовать. Возможно, нужно какие-то определенные движения совершить, чтобы это сделать. Но вот у меня не получилось. Он у меня почему-то скатываться стал. Вероятно, это из-за того кваса, который я перед этим нанес и плохо смыл. А вот сейчас алоэ веры от Филимс, да? Вещь, огонь. Все уже ушло, все нормально, все хорошо. Зачетная. Крепкая, 4 с плюсом. Полбалла убрал только за то, что это не мой формат. Но фанатам подобного формата можно, в принципе, на твердую пятерку рассчитывать. Потому что Реузел не подкачает. У них все изделия почему-то хорошие. Ну, если уж не отличные, то хорошие точно. Это не исключение. Помазок сегодня не понадобился, поэтому прямиком переходим к станку. Станок интересный. Тогда на распаковке, когда вы его увидели впервые, Антон написал в комментариях, что вот там Виктор сейчас от него кайфанет. О господи, я его даже не помыл. Сейчас, секундочку. Кайфанул. Кайфанул, Антон. Но наверняка меньше, чем ты. Потому что, ну вот, если бы допустим выбирать между этим и стартом, я бы взял старт. Как бы не кощунственно для многих это звучало. Я больше чем уверен, что я бы, например, если бы захотел что-то вот такое блестящее, классное, обалденное. Мне бы просто сели бы с производством, обговорили бы задачу, подобрали бы ручку соответствующую и выходил бы старт полностью полированный, как у кота яйца. Не хуже. Не хуже. Но это, конечно же, будет стоить. Если вам интересно, допустим, покупать какие-то эксклюзивные версии, ну не за 185, как этот, не за 200, 250, 400, как таймлесс. Ну а там, я не знаю, 100-120 баксов. Скажите, я буду думать об этом. Буду думать и потихонечку буду подготавливать материал, чтобы делать такие станки. Но пока по бритью он на самом деле, на самом деле где-то в районе семерочки, 7,5. И по тем ощущениям, что я получил, мне старт нравится больше. Я не буду их сейчас сравнивать. Если вам интересно, это можно сделать в следующем видео. Сегодня я хотел бы все время посвятить именно дрозду. Это интересная компания. Она заслуженно находится на рынке и заслуженно продает свои изделия. Это видно, как они подходят к производству и как они любят свою продукцию. Достаточно просто зайти на сайт и посмотреть, что они там о нем пишут. Выпускают три вида покрытия. Другой бы написал, допустим, средняя полировка, полностью полированное изделие и оружие. Воронение. И все. А нет, эти по-другому. Простая полировка, это не просто полировка. Это обработка изделия с сохранением следов превращения металла в совершенное изделие. Вот так красиво они назвали. То есть оставляют часть следов от фрезы. И это якобы дает нам возможность посмотреть, как из куска стали 303 начало появляться это изделие. Ну, красиво, согласитесь. А, допустим, то же самое воронение. Ну, все прекрасно знают, что нет такого покрытия, которое бы полностью защитило станок. За исключением может быть покрытие титана. И понятно, что если сделать вороненный станок, а есть такие мысли, наши на производстве могут, то со временем, конечно же, в тех местах, где больше всего соприкасается, оно будет протираться. Это любой ствол возьмите, любой АК, который вы видели. То есть вот на всех этих радиусах воронение начинает уходить. Кто-то бы сказал, это недостаток покрытия, а мы только не эти люди. Black Land говорит, что со временем, там, где вы чаще всего прикасаетесь к станку, где-то там что-то там, у вас это покрытие, да, будет уходить, и каждый дрозд будет индивидуален. Не будет двух одинаковых дроздов. Это как старый, потрепанный временем у работы самолет, глядя на который BlackBird американский, они сделали этот станок. О, как красиво! Вот так вот прямо, да? А там, где полностью полировка, полностью ручная, да-да-дам-да-дам. Не врут, не врут. Машина так не заполирует. Тут очень много нюансов, которые люди дополировывают вручную, именно поэтому полностью полированные дороже и стоят. Блин, ну просто красавцы. А как они элегантно оформили свою инструкцию. Они прям большими буквами, вот так крупным текстом написали. Ребята, вот так и так, это 303 нержавейка. Это не легированная титанином, с этим, с литерой L на конце. Если бы была легированная титаном, там да, это уже, ну практически, ты хоть в воде хоть на сколько брусья ничего не будет. А 303, 304, как на старте, это та, за которой нужен минимально уход какой-то такой, минимально нужный. То есть, вы побрились, возьмите аккуратненько, помойте теплой водичкой ваш штанок и протрите мягкой, мягкой тканью. Не надо трогать какой-то щеткой, таким сильным ворсом. Это относится к тем, у кого зубные щетки с этим супругим, таким харп, воск, щетина. Мягонькая? Ну да, почему нет, возьми мягонькой, пройди, если хочешь. Но лучше просто губочкой. С мягким моющим средством. После этого сполосни, протри и поставь на хранение. Не забудь лезвие вытащить, потому что оно может заржаветь. А если ты на постоянке хранишь свой станок, то возьми будь ласка, ослабь и дай влаге возможность выветриться. Но это понятно, что люди болеют за свое. Вот так вот они все описывают. Молодцы, просто реально молодцы. Ребят, для меня знакомство с этим станком, благодаря Данилу Сергееву, очень полезно. В плане опыта. Я вижу, как должно выглядеть качественное изделие. Я вижу, как должно выглядеть изделие, про которое некоторые в комментариях говорили. Вадим, пофигу цена. Дай классное. Дай вот такое. Главное качество. Таймлесс. АТТ. Вот теперь дрозд. Вот это вот я вижу. Ну а по поводу тех ценников, которые стоят все эти изделия. 180, 220, 250. Таймлесс возьмите. Фоллсет. Если собрать полностью по кругу. Там вообще, по-моему, за 425 или 450 баксов. Ну, я так понимаю, что просто такая цена на рынке сформировалась. И, собственно, отчасти, возможно, братья-белорусы с торки заставляли свои ручки по 80-100 ториков. Ну, наверное, исходя все-таки из этого. Что вот как бы, а мы что? Вон они, вот и мы что. Ну, я как это. Меня еще до армии научили. Ты на кого-то там не кидай. Он своровал. А я что? Я тоже сворую. Нет. Ты за себя отвечай. А он ответит за себя. Поэтому у нас не будет такой цены. Мы хотим сделать объем. Потом, возможно, по прошествии какого-то времени получится авторизованный дилер, который будет заниматься только продажей. А мы только производством. Он, возможно, как-то будет менять цену. И то с нашим согласованием. Но, в любом случае, это будет не тот космос, который мы сейчас видим на Западе. Я почему-то уверен, что если вы скажете, Вадим, подумай за эксклюзивные версии, которые были бы примерно на одном уровне и не стыдно было поставить. С ТТ. Ставим лес. Вот с этим дроздом. То, я думаю, они стоили бы где-то в районе 100-140 баксов. Вот так вот примерно. Ну, 140 это я что-то даже загонул. Нет. Ну, 100-120. Вот в этих вот пределах. Это что говорит за станок. Если, допустим, туда добавлять еще плиты и подставку, ну, естественно, чуточку бы удорожало. Но, в любом случае, то, что сейчас это возможно, на том производстве, с которым мы работаем, я в этом уверен. Тем более, ребята развиваются. Они, помимо специальной головы, которую они будут нарезать накатку, помимо этого, они еще покупают электрорезионный станок, который будет вытачивать способен металл. Так как, допустим, на тайм лес вы видели, там внутри вот эти вот все прожилки. Это работа этим станком. То есть, люди творческие, люди развиваются. Я думаю, вместе с ними будем развиваться и мы. Тут, по большому счету, все дело будет только за вами. Станок классный. Станок понравился, но он агрессивнее того, на что я рассчитывал. Я бы его поставил, наверное, между 89-й головой и 41-й. Где-то, наверное, все-таки поближе к 85-й. Вот так вот, по ощущениям. Поначалу, мурлыкающий котенок, который меня даже заставил засомневаться, а точно ли это 7,5, что номинирует компания? Это первый проход. На втором проходе, на третьем, он стал уже показывать зубки. И так, а-та-та сделал. Ага, пошалить хочешь? Ну, давай, попробуй, я тебе покажу так. Ты у меня быстро научишься техникой пользоваться. То есть, это не мальчик. Это взрослый муж, который при определенных требованиях, при определенных сноровке, технике, он способен великолепно побрить. А побрил он великолепно, ребята. Хорошо. Ну, вот лично для меня, если за себя говорить, это не станок на ежедневку. Хотя, это все достаточно индивидуально, потому что, как мы сами с вами знаем, вот есть люди, которые с 41 головой берутся ежедневно. То есть, то, что это не для меня, это не значит, что ни для кого. Вот для меня лично нет, он не на повседневку. А вот больше, чем уверен, что если дядя Федор попробовал бы, он бы, возможно, что-то скатал бы и по-другому. Поэтому, блин. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность попробовать этот станок. Ну, а пройтись им и стартом по разным сторонам лица, и я, наверное, хочу послушать, что вы скажете. Потому что сейчас он шел в сетовом состоянии, в любом случае он еще пойдет на второй обзор, потому что вместе с этим станком Сергей прислал еще титановую ручку, за которую он сказал, Вадим, попробуй поставь, и ты увидишь, как запоет станок. Он вообще по-другому смотрится. Я не стал ее сразу ставить, чтобы понять, как он с родной бреет. А на следующий обзор я хочу опять запустить дрозда, но уже с титановой ручкой. Ну, если вам будет интересно, на второй половине можно запустить старта. И зачем это, в принципе, нужно спросить? Вы, потому что тот три с половиной четыре, этот семь с половиной. Сам для себя, вот так сейчас в голове я объясняю следующее. При одном и том же финише, если вдруг старт даст такой же финиш, как и дрозд, у меня на старте всяко-разно мучение меньше. Всяко-разно я его воспринимаю легче. Ну, вы сами видели, я четыре дня подряд им брился, включая физер, и там не в углу. Все нормально, все хорошо. А здесь вот, ну, вы тоже видели. Поэтому вот я вот это вот, если было бы интересно, возможно, для тех, кто ищет станок на повседневку, сравнить вот эти два. Вот это, возможно, была бы нужная информация. Опять же, все зависит от ваших комментариев. Скажете, сделаю. Не скажете, просто будет этот с титановой ручкой. Ну, а на этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радость. А, завтра пойду золото заберу, титановое покрытие. В среду покажу. Все. Добра, счастья, радости. Берегите себя. Дай вам Бог здоровья. С наступающим. И про Дмитрия Олеференко не забывайте. 10% у него еще до 31 декабря. Всем, кому нужна керамика, дуйте к нему. Ссылка в описании под видео. Все. Пока-пока. До среды. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова